Запомните, я все, что делаю на этом экране, делаю на максимальном уровне лицемерия. Ради долбанных денег, и я видел этот долг в гробу. Красавчик, мы сработаемся, чувствую, мы сработаемся. Мне нужны деньги БК, я святой, я беру деньги у БК. Если бы условный свой Иван Зола появился либо в Амкале, либо в Тудроцк. Потому что мне не очень нравится сам факт обсуждения, что человек не может принимать участие в съемках. Над ним нельзя, ну не то, что как-то подшучивать и так далее. Я понимаю, что это. Потому что, на мой взгляд, даже в таком формате социализация, Ваня, мне кажется, он получал удовольствие от всего, что происходило в том числе. Слушай, ну ты говоришь о том, что мы как бы человека делаем неполноценным участником общества, когда ограждаем его якобы такой заботой, с боязнью как-то обидеть. Ты в этом плане. Да, мы говорим ему, сиди дома там же, где ты сидел и раньше, не высовывайся, пусть тебя никак не выводят в этот эфир. Хотя по факту он сейчас уже обретет какую-то популярность и может как бы то ни было, потому что его все, по большей части, любят. И он может уже сам что-то стримить, сам что-то придумывать и, я не знаю, делать там обзоры на что-то. И он будет чувствовать себя вовлеченным и чувствовать себя, возможно, даже нужным. Но тут вопрос в том, какие качества в людях, в зрителях побуждает то, что они видят, понимаешь? Они высмеивают его, потому что им кажется, что он хуже, чем они? Или им действительно смешно? Ну, в чем логика их реакции? После стрима давайте займемся кексом, типа, на кухне. Все. Можем втроем, можем папу твоего позвать, чтобы он помог. Тут надо в этом разбираться. И когда люди, которые организуют подобные трансляции, специально создают какие-то дискриминирующие, дискритирующие, точнее, ситуации, чтобы человек показал себя там дурным, да, или где-то там недостаточно образованным, они специально создают шоу какие-то, где слабую часть, допустим, личности проявляют. Это же делается все максимально гипертрофировано. И вот эти истории, когда он знакомил Даша Корейко, или как она называется, ну, там слышал, да, эту историю про мальчика, который уже не мальчик, он знакомил с этим Иваном Зова при его родителях, которые не понимали вообще, что происходит. Он вовлекал его семью, то есть это ненормальные вещи. Папа, это Даша, моя девушка. Как вам, Ваня, вообще выглядит? Красивая девушка. Реально, ощущение сейчас, что все как-то во всех этих сферах летит тар-тар-ары. И мне кажется, что здесь какое-то влияние как раз тиктока есть. Кей здоровый букашки. Кей здоровый букашки. Все свелось к максимальному упрощению. Если мы раньше о роликах говорили, да, то есть люди перешли с читательных изданий каких-то, они перешли на ютубы и прочее. То сейчас сказать то, что человек там 30-минутную лекцию, которая там, допустим, на ютуб залита в бесплатном доступе, он ее не посмотрит. Он будет смотреть нарезками тиктоки какие-то с ужатой информацией, которые вообще сути в себе не несет. Это только вот поверхностное мнение или уже типа разжеванная мысль. В глубину не заходят. И это типа повсеместно. Я удивлен был сегодня на вождении. У меня учитель, который 40 лет, сидит и тикток свайпает. Я говорю, она мне говорит, вы кто? Я говорю, блогер. Она говорит, почему я вас не знаю? Я говорю, потому что вы на футбол не смотрите. Она говорит, нет, я в тиктоке смотрю все. Я дошел в ее тикток, там реально типа от обезьян Африки заканчивая, короче говоря, партизанами на границах. То есть это очень странно. И я понимаю одно, что сейчас какое-то разделение общества идет. Очень сильное. Люди, которые в состоянии держать фокус на сложно потребляемом контенте, и у них есть навыки, которым родители привили, они могут это, понимаешь, пласт информации переварить. И люди, которые не в состоянии, они могут только вот это вот мясо уже готовое, перемолотое потреблять, и они реально тупые. У них нет шансов типа взаимодействовать в обществе и получать для себя профиты. Они будут всегда заложниками того, что у них низкий интеллект. И тикток, и вот эти вот все истории фрагментарные со сторис, и контентом, который пишется вот таким вот постом коротким, это все как раз делается для того, чтобы большая часть людей просто работала по принципу, заработай себе на еду, посмотри тикток, займись делом ночью и засни. Все. Слушай, мне вот интересно, я не знаю, подключится или нет, Александр из тиктока, в том числе, артист и лидер, скажем так, команды на спорте, Александр Текила. Вот потому что он в этой теме крутится и все понимает. Я его сейчас просто попробую пригласить, не знаю, нажмет ли он на кнопочку. Александр Текила умный просто, он организатор, это молодец. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здарова. Ну, что-то мы изучаем про тикток. Да, мы тут обсуждаем просто переход аудитории, превалирование аудитории сейчас тиктока с переходом на другие платформы, когда сужается время восприятия информации, то есть там вроде подсчитывали как-то, что было раньше 12 секунд, сейчас уже стало 8, и что сейчас мы просто наблюдаем во всех сферах из-за этого ужатия информации, ну, деградант. Скоро одна секунда будет. Да. Ты ощущаешь, что есть какая-то сейчас деградация, особенно если вот сравнивать вот сейчас последними конфликтами и последней вот этой историей с Никоглаем. Во-первых, да, ребят, всем привет, решил подключиться. Недавно подписался, Дим, на твою телегу. Мне кажется, ты быстрее вообще просто любой ракеты молниеносно находишь новость. Поэтому всем советую, заходите к Диме в телегу, подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Зашел посмотреть, чего тут умничаете. Я думал, про футбол будет, что-то вы про тикток, да про тикток. Я бы не назвал бы это деградацией. Там, на самом деле, очень много полезного контента. Все зависит от того, что тебя интересует, что ты свайпаешь и что ты лайкаешь. Потому что, ну, мне периодически из-за того, что мне нужно ощупать там тренды музыкальные и так далее, выдают всякие там танцульки, да, тикток. Но вот у моей жены, у Маши, например, я просто поражаюсь, какой уровень контента в тиктоке у нее. То есть это в основном зарубежные, либо какие-то научные, либо там как раз такие ученые что-то там рассказывают. Потому что она этим интересуется и лайкает именно такого рода контент. Поэтому, ну, деградация, она всегда благ. Кто что хочет, тот она выбирает. Но есть точный факт в том, что скорость, да, скорость контента, динамика контента, она увеличивается, точнее уменьшается. И если сейчас там 15-20 секунд в тиктоке, то, я не знаю, мне кажется, через пару лет это будет прям вот 5 секунд. Мне кажется, ребенок, который родится где-то там через 5, он будет за секунду получать тот контент, который мы получаем там за час, мне кажется. Слушай, а вот сейчас вот вы взяли Германа Петросова к себе. Хотя, ну, скорее можно сказать, что он не персонаж формата именно тикток. Он достаточно молчалив. Он, вот, допустим, не готов давать именно интервью, а наоборот, говорит, пришли мне вопросы, я сам запишу монолог, сам это сделаю под музыку. И почему вы его взяли? Вы как раз его из-за музыки взяли в том числе? Ты будешь его как-то разбивать? Вот честно, у нас в команде, ну, не в обиду ребятам, я всегда говорю, как есть, много рэперов, да, ребят, которые там пытаются проявить как-то себя, постоянно скидывают свои треки. И я как-то, ну, так, типа, пожимаю плечами. Либо не могу понять, либо не нравится. А вот у Геры я послушал несколько его песен и увидел действительно большую перспективу в том, что он делает. Может быть, мне так нравится, мое такое субъективное мнение. Да и плюс сам по себе парень неплохой, как человек, показалось, знаешь, ты вот буквально там за минуту общения уже понимаешь плюс-минус, как бы, ну, твой человек или нет. Он скромный, да, футбольное качество у него вообще топовое. Поэтому не знаю, как он уже дальше себя будет проявлять, что получится. Надеюсь, что все здорово будет. Но ты вот сказал, что там ТикТок, не ТикТок, мы-то и не нацелены сейчас на ТикТок. У нас достаточно ребят, которые там миллионники в ТикТоках, у нас будет скоро отбор, и там человек, наверное, 10 у кого-то, 2, 3, 4, 5 миллионов в ТикТоке. Это уже давно, на самом деле, не показатель. Ты можешь набить себе несколько миллионов в ТикТоке и, на самом деле, ничего из себя не представлять. Поэтому мы на это особо сейчас и не ориентируемся. Саша, такой вопрос. У меня вот такой вопрос именно по нашему рынку. Вы не скрываете и, наоборот, как-то даже бравируете информацией о контрактах на спорте, когда ребята зарабатывают деньги просто за то, что они переходят в блогерскую команду. И это, в том числе, немножко не разжижает мозг, скажем, но ребята видят, что, допустим, те люди, которые ненамного сильнее играют, у них может быть там зарплата миллион, там, знаешь, условно, как у Крапа за нахождение. А откуда такая информация? Ну, мы просто... Я знаю, что ни я, ни Сот, ни Крап, ни Лев об этом не говорили. Это какие-то слухи, которые ходят. Нет, подожди. Вот тут вот тонкий момент. Смотри, вы же забрендированы одной БК. И если брать Крапа, то логичен его переход, потому что у него еще и брат бегает под этими же логотипами. Может быть, не вы ему платите, но в контракт входит то, что БК ему отчисляет. Если брать общий медиатрафик, который создает Крап... Нет, у нас нет прямых контрактов с спонсорами, у нас несколько спонсоров, у нас нет прямых контрактов у игроков со спонсорами. То есть, все идет как бы через... на спорте. Это факт. А так, ну, разные условия, мне кажется, это... Ну, это нормально. У всех, кто здесь присутствующих, есть БК, какой-то БК, какие-то спонсоры. Поэтому, надеюсь, не будем останавливаться на этом. Да, вот вопрос... Ну, смотри, ну, условно, Прокоп же... Так, секунду, секунду. У меня еще... Нет, говори про Прокоп, у меня потом про... Нет, я имею в виду, что Прокоп приходит и на все медийное сообщество объявляет, что у меня вот подписной бонус такой-то, прям здоровый подписной бонус, еще месячная зарплата достаточно большая. Мне просто интересно, как вы к этому пришли. Вот, допустим, Джуси сказал, что совсем скоро блогеры будут в командах получать, как профессиональные футболисты, там, я не знаю, уровня РПЛ. Он не сказал РПЛ, но я так подразумеваю, что именно так он имел в виду это. Вы специально этот рынок так чуть-чуть прощупали, чуть-чуть надули, чтобы... Сколько в РПЛ получает? А? Ну, в РПЛ получает... Да, мы не знаем. Нет, от до, до, там, самые топы примерно, я знаю, от какой... Ну, примерно, условно, 1700 в месяц рублей. Я просто... Нет, я к чему? Вы хотите как будто бы этим притягивать деньги в том числе. Ну, просто помнишь, я не знаю, может, ты читал Пелевина, у него есть такое произведение «Пространство Фридмана». И в самом начале этого произведения Пелевина, там, чувак, разрабатывают теорию, что бабки липнут к бабкам. И они запускают такого условия... Да, я помню, конечно. И этой теории придерживается то ли Сульянов с хардкором. И, надеюсь, мы ведем переговоры с несколькими крупными спонсорами, чтобы у нас не только БК было. Потому что, когда у тебя, знаешь, там, больше 70% приносит одна компания, да, то ты начинаешь зависеть от нее. И мы, надеюсь, в этом году выйдем, там, допустим, 20-30, 30-30, и тогда сможем идти гораздо быстрее. То есть это так условно работает? Подожди секунду. То есть там вот этот баблонавт, он выходил на улицу с двумя сумками денег, и к нему прилипали деньги просто, когда ушел по улице. То есть вы тоже как бы абстрактно делаете этот рынок как будто бы большим, и это привлекает в том числе и спонсоров, когда они слышат, думают, а тут прикольные деньги крутятся. Типа такого, да? Ну да. Я могу сказать одно, что Дима Тарасов, когда выбирал клуб, у него было несколько предложений из РПЛ тоже. Не буду называть, но я думаю, что, скорее всего, это там, грубо говоря, посидеть на скамеечке, да, но тем не менее получать нормальные деньги он выбрал на спорте, потому что увидел здесь больше перспективу и, наверное, я не знаю, лучшие финансы для себя. Объясните мне, о чем перспектива медийного футбола, глубину его, потому что пул зрителей все равно это 2 миллиона-4 миллиона, и он не наполняется. Люди говорят, что условно медийка Амкала на спорте, Тудроц, она забирает аудиторию настоящего футбола. Но тут нет ставок, типа, здесь нет ставок на сами матчи, а это является, типа, очень важным аспектом в спорте в целом. Ну, смотри, для него, для него, как для футболиста, которому 34 года, перспектива в том, что он может еще лет 6 спокойно играть за на спорте и показывать топовый уровень в медийном футболе, правильно? Чего бы он не сделал бы в РПЛ. Это, ну, мне так кажется, я не знаю, если меня обсуждал. Плюс второе, он пробует себя в качестве блогера, да, то есть у него жена блогер, он блогер, и здесь пересечение, то есть ему гораздо интереснее, чем просто с футболистами, с которыми он и так всю жизнь прожил, то есть проработал, да. Тем более, ну, где там, в Велесе, я думаю, что уровень футболистов точно ниже, чем в Локомотиве, да. Соответственно, он как бы там шел на понижение, грубо говоря. Здесь что-то новое, что-то интересное, плюс ему нравится эта атмосфера, и он является лидером непосредственно на поле. Мне кажется, еще, да, если посмотреть на YouTube, допустим, там во Франции, в Германии, еще где-то, то PopMMA приходит к ним тоже. Соответственно, они все посмотрели на российский рынок, на российский YouTube, что так можно делать в мире. Мне кажется, там в Европе пока что нет такого сильного комьюнити медийного футбола, да. Но, чем черт не шутит, через пару лет, может быть, и будут какие-то уже противостояния национального уровня, правильно? Поэтому перспективы имеются. И на самом деле я буду только безумно рад. Вот я знаю, я о Диме говорил об этом, у меня такие большие, серьезные друзья из Татарстана, из Казани очень заинтересованы в том, чтобы создать татарский клуб, да, где будут блогеры, там, Татарстан и Башкирия, они хотят объединиться. Супер, просто представь себе, что будет и Кавказский клуб. Представляешь, как Кавказский клуб какой-нибудь из Дагестана будет популярным, особенно если Хабиб туда зайдет, условно? Вот, вот, а причем я недавно... Причем Хабиб сможет играть. Нет, нет, я недавно был в спортзале, тут ходит в спортзал друг Хабиба, Мага, и мы с ним как раз сообщались на тему того, что у него и так уже имеется Иглс-команда. Он спонсирует какую-то команду, по-моему, в Дагестане, и им предлагали создать медийную команду, и они действительно об этом думают сейчас. Поэтому, мне кажется, это только растет, и здорово, что там появились мы, появится еще несколько команд, только будут сильнее этот рынок толкать. То есть это как футбольный биткоин, который сейчас непонятно куда спартанет, но перспектива есть. Не, уже понятно, ну то есть люди зарабатывают деньги, это уже как бы, ну, люди тратят свое время на тренировки, на весь этот процесс и зарабатывают на этом деньги, поэтому это здорово и круто. Я лично вообще супер кайфую от этого, я бы никогда не представил бы себе, что я на футболе, в который, в принципе, я всегда мечтал играть в классной, прикольной команде, да, буду еще и зарабатывать деньги. Это круто. Потому что мой футбольный скилл, ну, как бы, он средненький. Последний вопрос по на спорте. Сейчас везде говорят, и тут тоже ходит слух, я говорю именно о слухе, потому что нет никакой информации, но достаточно часто пишут о том, что вроде как Володя уходит. Это неправда. Не, Володя не уходит, это неправда. А кто пишет? Володя на меня выпендривался, я тоже помню, но мне кажется, Володя прикольный чувак. Мне он нравится. Ну, Володя классный чувак. Он такой маленький чертик, такой активный. Я вот с Володей Крапом вообще, типа, не понимаю, как эти люди столько умудряются генерировать контент, одновременно с этим они как будто бы не спят, ты понимаешь? То есть для меня норма была на ходынке в 3 часа ночи проходить мимо компьютерного клуба, и они выходят, понял, свежечком, типа, в контру играют, и на следующий день они выбегают, и матч играет 90 минут. Ну, потому что они молодые, понимаешь? Им сколько там, по 19 лет, вспомни себе, я не знаю просто, сколько тебе, но мне кажется, 24, 23, 25. О-о-о, это ты мне компонент. Не, мне уже 28 почти, брат. А, ну, знаешь, в 19 мы могли и не это, поэтому... Согласен, да. С точки зрения контента, у нас ребята успевают вообще все. Ну что, еще какие-то вопросики будут про наспорт? Вот, у меня вот один вопрос. Смотри, у вас были пресс-конференции, да? И меня всегда удивлял один момент. Вот есть пресс-конференция, и туда все так охотно идут. А он, я просто говорю с точки зрения бизнеса, я медийный футбол, я это все люблю, я на этом день в день хватаю, я только за. И вот, значит, я вижу, а он вот огромный баннер забрендированный, а туда приходят команды, которые вообще типа принадлежат другой организации. И то есть получается, они свой медиатрафик направляют вам бесплатно. И как я понимаю, то что что-то произошло с этими пресс-конференциями, они уже в таком формате происходить не могут. И вот тут у меня к медиафутболу, просто медиафутбол, он вырос на деньгах БК. Я не говорю сейчас про вашу команду, у вас есть там капитал, который у тебя условно, ты можешь продать вообще сторонних инвесторов, ты можешь его друга позвать, он там накинет. Но, если мы берем медийный футбол, это деньги БК. И они как бы платят за свой медиатрафик. А когда деньги, которые они тратят за свой медиатрафик, будут переливаться уже на каналы других БК, как вы будете этот вопрос регламентировать? У вас ничего же не прописано. Я не понимаю, кто будет браться за саму основу медийного футбола. Ведь даже нету каких-то, я не знаю, между командами договоренностей, кто может выступать. Ну, это и тяжело, но на самом деле тут ответ, ну, наверное, такой, да, подписывают в основном канал и эксклюзивно, чтобы там подписать, допустим, Диму Егорову, например, да, это стоит гораздо дороже, или меня, это гораздо дороже, чем подписать канал или ресурс, или, допустим, мой Инстаграм. Я, по-моему, пять или шесть лет назад участвовал в рекламе одной БК, а рекламировал в Инстаграме другую. Ну, поэтому тут вопрос твоих договоренностей. А то, что люди не очень охотно коннектятся, да, блин, это, мне кажется, вопрос времени. Хотелось бы, чтобы все-таки комьюнити было более открытым. Вот, видишь, как Дима... Ну, смотри, что вот Джуси говорит? Дима посвящался, я с удовольствием там подтянулся в прямой эфир. Что вот Джуси говорит? Джуси в последний раз, ну, он сказал, что он... Это Джуси, ну, это пример нового поколения все-таки. И Джуси в последний раз в ролике у Думич, который не вышел, Джуси сказал, что нам нужно начинать уважать себя и ходить на чужие каналы, на чужие каналы, то есть не с теми, с кем ты начинал когда-то, за деньги. То есть вот идешь ты к кому-то сниматься, за деньги, вот. Странная перспектива. То есть когда в какой-то момент ты сможешь позвать, типа, на спорте... Привет, Пантера! На спорте зовет тебя на пресс-конференцию, такие, пацаны, двадцатку, пожалуйста. На самом деле, я считаю, что это нормально. Да? Я могу честно сказать. Мои там, допустим, артисты, я могу провести параллель там с шоу-бизнесом, да? Просто так вообще никуда не ходят. Потому что это медийка, они делятся таким образом... Либо они ходят, потому что... Дудем, условно. Либо они ходят на телеканал или на YouTube, неважно. Но какая-то должна быть цена этого. То есть это может быть что-то запредельное, либо какой-то минимум. В Америке, например, медийная личность или артист, он вообще не делает ничего бесплатно. И это таким образом дает ему возможности развиваться как-то. И, соответственно, ты можешь быть уверенным в этом человеке. Потому что мы на пресс-конференцию звали очень много кого, но в последний момент, в последние 30 минут у нас срывались люди, они не приезжали, а у нас все прописано. Знаешь, я как ведущий или Володя, мы готовимся, что мы будем говорить. А человек просто морозится, не отвечает, не берет трубки. Поэтому, в принципе, конечно, с одной стороны нужно будет больше бюджета, но мы к этому и идем. То есть поднимайте ставки, ребята, мы формируем рынок все вместе. Давайте больше... Скорее делайте ставки. Да. Больше просите денег, больше будут платить, потому что у спонсоров, у БК, у них просто бешеные деньги. Ищите других спонсоров, то есть привлекайте еще кого-то, рассказывайте рынку, что вот есть такие-то возможности, есть такие-то охваты. И очень много чего интересного будет. В любом случае, я занимаюсь рекламой, диджиталом. В этом году бюджеты на Инстаграм, Ютуб, ТикТок и так далее у брендов и рекламных агентств на 30% больше предыдущих, с кем бы я ни говорил. Поэтому на 30% в этом году вы можете поднять свои цены. А пока что букмекеры от всех уходят. Ну, пока что. Сплюнь, сплюнь, пожалуйста. Хорошо, Саня, спасибо большое. Да, спасибо вам. Давайте, не хворайте. Если что, приходите сюда на тренировку. Давай, поздравляйте. Я в Москве буду, прийду, кстати, реально. Давай. Серьезные трения, я видел. Нет, трения вообще в полном порядке. Вот сейчас я о Диме говорил, мы ищем, так сказать, корреспондента-ведущего к нам на канал на YouTube, который мог бы освещать наши будни. Поэтому, если кто-то даже может быть слышит и заинтересован, обращайтесь. А какая зарплата? Ну, слушай, тут мы поговорим вообще на Индии, потому что очень заинтересованы в этом. Если ты хочешь, то можем отсудить. Да, тут от денег зависит. Просто у меня как бы тут здоровье, я в Краснодаре сейчас на фоне стилистей. Но мне до Москвы, в принципе, нужны цифры. Да я могу типа конфликта в вашей команде столько сделать, что это лучше Дома-2 будет. Футбол вообще не будет. Вот мы в этом и заинтересованы, понимаешь? Я видел, какие у вас там перцы, это вообще досвидос. Ну, не знаешь, что нравится тебе, Саня? Вот ты такой тип, который во всем выкупает. Я то есть вижу вот то, что ты это делаешь все специально. То есть у тебя нету вот этой вот мразотной, короче говоря, основы. Ты это делаешь с точки зрения, давайте типа подожжем. Да, конечно, слушай, если ты говоришь про МКС, то, ну, просто тухляк был. Меня позвали принимать участие в турнире, о котором, ну, моя личная аудитория вообще, ну, не заинтересована. У меня нету футбольной аудитории, мне нужно было как минимум их развлечь. И еще и чтобы пуканы подгорели вообще у всех. Я когда смотрел с тобой микрофон на поле, когда они меня уебаном надзвонили. Да тишки, ругайся матом. Я так смеялся, так смешно было, когда, я говорю, самый смешной микрофон на поле на МКС, когда просто человек, когда убивает, его оскорбляет. Да нет, я еще там угорал, блин. Слушай, нет, нет, на самом деле у меня есть вот этот порог, когда я могу себя контролировать, ну, вот в какой-то момент эмоционально начинаю подгорать, и все, и труба вообще. Там уже меня может нести, я за себя не отвечаю. Но работаю над собой. Да нет, наоборот, не надо. А так я жду какой-нибудь турнир, хочется уже. Знаете, на самом деле, хожу по тем же БК, там, и просто закидываю людям к серьезному хвосту бабки. Я говорю, давайте уже забашляйте, я не знаю, внесите полмиллиона в год рублей, сделайте такую лигу бешеную, ну, где всех бы интересы бы устроили, и Тудрот, и Амкал, и на спорте, и просто мы бы порвали бы с точки зрения трафика и интереса тот же РПЛ. Потому что, по сути, ну, окей, нравится людям смотреть футбол, но гораздо интереснее смотреть на эти интриги, какие-то там токсичные трэш-токи. Это же прикольно. Тем более, где-то в период, знаешь, там, вот, март-апрель, когда в российском футболе, когда Лига Чемпионов заканчивается, наши клубы там не играют, когда в российский чемпионат так еще где-то раскачивается, там, раз в неделю не особо интересно, вот в это время проводить какой-то временный турнир, все бы говорили только об этом. Даже те уже, потому что уже со временем, с течением МКС, даже вот журналисты, которые там очень популярно интересовались именно футболом, то есть, которые вообще не понимали, что я такой блогер, и которому там 50 лет, и там какой-нибудь Костя Генч говорит там, Серег, иди посмотри. И он приходит и понимает, что, чтобы зайти и попасть на Майя Чемкал Тудрос, ему нужно в очереди отстоять. И он реально офигевает, он говорит, а девочек сколько? Ничего себе, разве так бывает? И он говорит, бывает. Да, у меня же этим летом была ситуация, я пошел в, по-моему, типа там, 7 вечера, игра была «Локомотив Зенит», и там из-за ковидных ограничений была возможность только заполнения на 3000 человек. То есть, это смотрелось вообще убого. И через несколько часов играл Тудро Цемкал, где вообще битком весь стадион больше 3000, но это было впечатляюще, это было круто. Поэтому давайте развивать, чуваки, как бы. Вот мне хочется, у нас конкретная проблема, я ее могу даже в эфире озвучить на спорте. Единственная проблема, она связанная с Ютубом. То есть, повторять за Тудро Цемкал, челленджи и так далее абсолютно не хочется. Я это озвучивал на пресс-конференции. Некоторые наши деятели все равно решили осенью сделать несколько челленджей. Я вообще, как бы, даже не поехал, не принимал участия в этом, потому что я понимаю, что это утопия, да. Тудро Цемкал забрали очень серьезный пласт, да. У Амкала есть разборы, есть вообще своя история, народная команда и так далее. У нас есть несколько идей по Ютубу, рубрики, реалити, а-ля Дом-двашняя история. Потому что большинство, большинство ребят, которые играют на спорте, они актеры, они артисты. То есть у них миллионная аудитория в ТикТоке, в Инстаграме, они смогут выполнять различного рода задачи, либо отыгрывать чуть больше эмоциональнее те ситуации, которые у нас происходят на поле в раздевалке. На самом деле даже отыгрывать ничего не надо, потому что все очень колоритные, интересные, да. Другой вопрос, что пока что нет того человека, двигателя на Ютубе, который бы мог бы, так сказать, взять на себя. Ну давай, давай, ты... Я уже понял. Я свою задачу сделал. Короче, спишешься. Хорошо. Его хлебом не корми, сейчас начнется там движение. Еще два охранника надо, я вам такие устрою движения. Да? Ну это интересно. Окей, хорошо, хорошо. Ладно. А что-то есть еще обсудить? Ты, кстати, обсуждал там вот Никоглая, Иван Золу. У меня Мия, Мия Бойко ездила, снимала с ними ТикТоки. Он говорит, веселые, классные парни. Я могу тебе сказать про вот Ваню Золу, да? Слушай, мы изначально, знаешь, что обсуждали про Ваню Золу? У нас ставился такой вопрос, вот, Райзен, ну одна позиция, у меня другая. У меня позиция такая, что возможно, возможно, без Никоглая тот же Иван Золу сидел бы дома с родителями, там, со своей болезнью и бы, и... Ну не знаю, нельзя... Нет, сто процентов так и было бы. А в этой ситуации, может быть, даже знаю, что Надим в какой-то момент, ну там, подшучиваю, даже иногда издевается, но все равно он может рассказать в том числе то, что его беспокоит в данный момент, хоть эта вещь выглядит немного иначе для всех нас. И кто-то воспринимает это, ему нравится смотреть, как над кем-то издеваются, но по факту, может быть, это время вообще для Ивана Зола самое счастливое в жизни. Да, конечно, сто процентов, и я думаю, что он даже не думает, что над ним издевается, мне кажется, что над ним никто и не издевается, и более того, на него смотрят не потому, что думают, что, а, блин, ну мы-то вот, как бы, там, не такие угарные, да, а просто потому, что он прикольно, он прикольно отстреливает, у него есть мозг, у него интересные шутки, он, ну, мне, по крайней мере, он больше импонирует, чем Никоглай, потому что тот, понятное дело, как бы, для чего это все замутил, тем более вышли там различного рода разоблачения, как бы, чувак прохаванный, но использует вообще всех и вся, а Иван Зола классный вообще пацанчик, поэтому... Я вчера писал, что нужно в Анкал пригласить, вы не будете его приглашать на съемки? Блин, я вчера написал в группу, что надо его позвать, поиграть в футбол, тем более ему респект за то, что он подписан на меня в ТикТоке и на Мию, поэтому мы уже заочно с ним знакомы, но к нам пришел сегодня на, на этот, блин, на тренировку Шамиль и Мага, Шамиль это вот этот дагестанец, который тренер. А, который Москва-люблено или что? Нет, нет, который обматерил там что-то за печенье. А, вот этот крутой чувак, который интервью давал. О, это, кстати, классное интервью было, да. Да, и вы его позвали, он пришел, да? Да, 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 они сегодня с нами тренировались, он и его лучший игрок команды, они в Москве были, и вот сегодня... Сколько раз же есть, он сказал? Не, он на самом деле такой скромный, ну, то есть я думал, сейчас он будет выдавать, как бы, а он так, ну, скромненько, они поиграли с нами, я думаю, ну, окей, ладно. А вы записали с ними интервью какое-то, отсняли что-то такое игровое? Вот ты понимаешь, что, как бы, я мог бы это сделать, но мне хочется тренироваться. А, нет, я имею в виду посттренировки. Там Стасу вопрос говорит, Стас, так напиши, пожалуйста, вопрос. Или ты хочешь подключиться, или тогда подай заявку. Короче, у нас тренировки и игры снимают 8 камер, 10 девочек, которые бегают, снимают тиктоки, но ими никто не руководит, понимаете? Я руководить ими не могу. Ну, то есть, там, повестку им давать какую-то, чтобы они то делали, все, ну, это, блин, очень сложно. Нужно же нон-топом руководить, как бы. Короче, все, Райзен найден. Как только Райзен сможет приехать. Стас, здравствуйте. 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 Это деньги нами. Опа. У нас тут вообще серьезный сбор, то есть, получается, фри-агент, который, типа, я смотрю... Райзен, нет, погоди, ты Тудротс, ты всегда говорил, что любишь Тудротс. Да, я люблю Тудротс. Да, Тудротс. Я тоже люблю Тудротс. Слушайте, я, можно, перебью, вот, уважаемый брат мой, Садыгей, снизу, вот, не знаю, здесь ты или... Я тоже Садыгей. Ну, и ты, да, уважаемый Садыгей. И Егоров, вот у меня к Диме и вот к моему брату вопрос. Вот вы ради контента, насколько готовы, ну, вообще, готовы ли вы на лицемерие ради контента? Я на Ютубе жил на этом лицемерии. Ну, просто да или нет. Ну, ладно, с тобой понятно. А Дима? Я, ну, в каких-то, не знаю, наверное. Ну, готов. Попахивает разборка какой-то. Да нет, нет разборки, это просто, ну, вот, я слушаю про... Во-первых, хочу то, что Текила сейчас сказал про БК, я осуждаю. Отличные вообще у нас спонсоры в команде. Не знаю, там, у кого другие еще есть, у нас только от них. От них уходить мы тоже не собираемся, поэтому не знаю, о каком развитии вы там говорите, кто от кого уходит. По крайней мере, в моей команде спонсоров все устраивает. Но у меня другой вопрос. Вот вы такие сидите двое, такие, аха, хуху, блин, такие вы все классные, такие вы все прикольные. И у меня вот просто вопрос. Контент, как бы, окей, он контент, но вот неужели вы двое готовы на лицемерие ради контента? А в чем здесь лицемерие, типа? Нет, к моим вратам, да-да-да, вот, слева и снизу. А какое лицемерие? Не, я просто спрашиваю, типа, ну, вот вы готовы в это углубляться, вот в это лицемерие, типа, блин, какие все замечательные вообще в нашем комьюнити, мы так все друг друга любим. И вот, главное, чтобы у вас все получилось. Вот как, знаешь, Газаев, когда в этом, святым Георгием всех хвалил, там, вот, ну, вы что-то вот наподобие какое-то. Ну, и, опять-таки, со стороны, я просто... А, то есть тебе кажется, что мы сейчас все тут очень позитивные, да, и друг друга сыплем комплименты? Ну, все тут, я с вами двумя говорю. Ну, я первый раз его вижу, как он разговаривает, я не знаю, как он общается вообще. Что касается, если, типа, я буду общать, ну, да, я первого там уже отвечу, я не вижу вообще здесь никакого лицемерия. Вот эти все истории, которые сейчас разгоняются, во-первых, я никого... Так я же не сказал, что вы лицемерите, я вам сказал, ради контента вы готовы на это? Просто мне интересно. Нет, я ради контента готов только время свое тратить, чтобы деньги получать. Мне лицемерить не надо. У меня все исходит от того, что негатив, который я на кого-то выливаю, принимается. Это мой негатив. У меня есть к определенным командам, типа, он, ну, это нормально. Все знают то, что я предвзято отношусь... Выливать негатив на кого-то, ну, братан, это ненормально. Ну, типа, что ты имеешь в виду, я не понимаю. Ну, смотри, допустим, если я в каких-то красках вижу ту или иную команду, я могу об этом откровенно сказать, и это будет моя позиция. Я не буду никого оскорблять или трогать, но лицемерие в чем заключается? Тут никто никого не говорил, что тут все молодцы. Наоборот, тут вопрос... Ну, смотри, допустим, допустим, я блогер, да, и вот Текила играет на спорте. И я вот смотрю какой-то видос такой, бляд, да ну... Да не ругайся! А, я ругаюсь? Ну, короче, и я говорю, блин, какая вообще, ну, команда неприятная прям со всем. А потом, ну, такой, да вы приятные, да, ну, все нормально, типа, ну, вы классные, все мы классные. Так это нормально. Так вот, я и говорю, для контента, все готовы на лицемерие воспринимать его... Во-первых, можно я скажу, во-первых, 99,9% людей, которые занимаются журналистской деятельностью, они в той или иной степени, ну, лицемеры, потому что ради контента им нужно кому-то улыбнуться, как бы, кому-то подбегнуть и так далее. Те, кто в лоб рубят правду матку, они, к сожалению, ну, собственно, ничего не добиваются, они не добиваются эксклюзивов и так далее. Ты можешь... Есть три вида мнения, да, три, точнее, вообще, в принципе, человека. Это ты наедине с собой, да, то есть ты можешь, там, лайки ставить или, наоборот, дизлайки, Тудрос, там, Амкалу на спорте и так далее, да. Ты в компании, в своей, в своей команде, да, ты, ну, по-другому немного говоришь. И ты вот здесь публично в интернете, в инстаграме, ну, немного другое. И это, к сожалению, нужно принять. Такие мы все, абсолютно. Нету человека, который, он вот с одной... А принимать это можно потому, что, ну, вот ты так думаешь, да? Или это общая... Да, это не мной придумано, но, то есть, это... Это такие реалии в жизни. Я уверен, у тебя тоже так же. Не, у меня далеко не так. У меня даже не так, что ты говоришь, что в медиа, вот, все твои друзья, они ходят только за деньги. Ну, у меня очень много знакомых, не из медиа футбола, да, я не про этих знакомых говорю, вообще из другого медиа, из уровня того же, там, камеди и так далее, и так далее. Короче, прям медиа-медиа. И вот, честно скажу, я не помню, чтобы там к друзьям ходили за деньги. Ну, все стендаперы, все стендаперы ходят в любые каналы абсолютно. За деньги? За деньги, за деньги, исключительно. Все абсолютно, все артисты ходят, артисты Blackstar, нашего лейбла и так далее, ходят за деньги. Это нормально абсолютно. И я не вижу в этом ничего плохого. Ты тратишь свое время и тратишь свою медийку, это нормально. Ну, они к друзьям-то, наверное, не за деньги ходят, ими к друзьям. Не, я не говорю про друзей, я не говорю про друзей, я же говорю, либо за интерес, ну, то есть... На сторонние каналы. А, типа каналы, которые не знакомы? Да, типа, не в любви. А, ну, это другой разговор, я просто, ну, удивился тому, что... То есть, условно, Джуси говорит, что я входил бы на канал к Феликсу, ну, там, или не к Феликсу, или к Лакеру, потому что, типа, мы вместе начинали, и, типа, он мой друг. Но, условно, там, на канал к Егорову я вообще не пойду, ну, условно, там, или к Райзену. Да, а к Райзену пойду, ну, типа, я так как с Райзену не дружу, но если он хочет, там, со мной сделать какой-то контент, то пусть заплатит мне, там, полтишок, и я приду, и профессионально у него, ну, якобы, буду ловить мячи в воротах. Либо действительно профессионально. Ну, мне кажется, что вот с такими запросами ты просто будешь сидеть и, вот, ждать этого предложения за деньги от друзей, которые не поступят, потому что у тебя есть друзья. Нет, ну, то есть, если у тебя есть друзья, у меня есть куча друзей, я могу им помочь, блин, абсолютно бесплатно, это нормально, потому что они друзья, ну, то есть, либо... Ну, когда ты говорил, вот, к тебе, да, вот, ты же сказал, мои друзья, ну, а... Я сказал, мои артисты, я говорю, мои артисты, вот, мои артисты отправляем, нам приходит запрос, там, допустим, от Муз-ТВ, либо от канала какого-то, или еще куда-то. Так это другое. Так я это и объясню, я это и говорил. А, ну, тогда, вот, ну, видишь, ты как-то не конкретно, значит, сказал. Просто, ну, это совсем другое. То есть, условно, от лейбла и от еще кого-то просить кого-то, это, конечно, за деньги. Ну, взять моего игрока в аренду, это за деньги. Ну, условно. А куда? Подожди, стоп, это очень интересно. Представитель ФК «Деньги против денег». Так. А куда... Я, например, придумал, братан, там не про деньги. А куда плохо ходить? Почему, точнее, плохо ходить за деньги? Ну, то есть... Я не сказал плохо ходить за деньги. Пытаюсь сейчас перефразировать то, что я сказал. Я сказал к друзьям за деньги ходить плохо. Нет, согласен. И то, тут тоже вопрос, подожди, тут тоже вопрос. Давай. Это абсолютно нормально, если тебе друг говорит, слушай, мне нужно будет прийти сюда, у меня здесь рекламные, интеграция будет такая-то, такая-то, я получу за нее столько-то, вот я сколько тебе заплачу за это, понимаешь? Ну, это как привезти девушку. Вот в свое время у меня после сети удивление было, когда ты... Ну, я узнал, что здесь можно ходить с девушкой на свидание, и она 50 на 50 платит. Ну, это какой-то такой же вариант. В Москве, я не знаю, я такого не встречал ни разу. Стас, Стас, смотри, ну вот, допустим, ситуация. Тебе, допустим, какой-то бренд, ну, допустим, чипсы Лейс предлагает 500 тысяч рублей, например. И на съемках тебе нужно по этим чипсам, ты их вешаешь на девятки, на какие-нибудь девятки ворот, и тебе нужно в эти чипсы попасть, например, мечом. Ты на эту съемку, тебе нужны чуваки, которые будут классные мечи голы забивать. И ты на эту съемку зовешь... Друзей. Да, друзей, там, Пантеру, Райзена и еще кого-то. При этом пятихатка после этой съемки оседает у тебя, но ты же все равно, было бы честно, если бы ты чувакам, которые пришли тоже сниматься, сказал, чуваки, это была там моя такая неплохая реклама, и вот я с вами, типа, поделюсь за то, что вы будете сниматься. Или это, типа, не норм? Окей, вот я как раз недавно смотрел твой ролик, вот, про Джуси, да, и там вот интересный... интересную мысль словил, вот примерно то, о чем ты сейчас говоришь, и вот у меня сейчас вопрос. Вот, допустим, ты игрок Камкала, и вот... Но ты сейчас не ответил, но... Не, я отвечаю, я как раз сейчас отвечу на это, ну, на то же самое, что и он спрашивает. И вот к вам пришла какая-то реклама, и вся команда в ней должна участвовать. Но деньги осядут же у одного человека. Или ты там скажешь, слушай, а я же игрок команды, и тоже участвую в какой-то сейчас интеграции. Но как ты сказал в видео... Подожди, ты мне не даешь, что говорить. Но как сказал Дима в своем ролике, а, собственно, почему Герман должен поделиться интеграцией, которая пришла к нему, он организовал все за свои деньги, он все сделал, а вы просто приняли участие. Ну, я же так тоже могу ответить. Но поскольку мы в ФК деньги, и деньги зарабатывать мы не умеем, я даже не знаю как. Я вообще был бы против бить по чипсам мечу. Это же еда, ну... Да. Не, просто, насколько я помню, Герман на такие ролики, как раз он когда Саню Коваля приглашал, именно такой, на рекламный ролик, связанный там с чипами или еще с чем-то, вот, и Герман тогда приглашал, ну, Коваля тот же рассказывал, если он здесь, он может там подтвердить, что он приглашал Ковалю, и Ковалю, типа, какой-то определенный процент... Не, не вопрос, к нам просто никогда такие рекламы не проходили, мы даже, видишь, не знаем, что с этим делать, ну, если вдруг придет, потому что, ну, мы ФК деньги, и мы без денег. Вы поэтому так и назвали, что может притягивать, начнем бабки, вот как текила про пакеты говорил, ну, вдруг... Вот, вот, а надо, надо? Надо, надо бы, да, конечно, ну, видишь, пока... Пока если ЛС предложит, я их лучше поем, чем, ну, мечом по ним побил. Станя, у нас осталось 3 минуты, потом отключится это все. Я хотел бы вот и в том числе там Стасу мнение услышать и твое, ну, давай, вы как-то вместе скажите, ну, или даже вот скорее твое. Смотри, у тебя Маша, у нее большая аудитория, да? Она, по-моему, журфак заканчивала, как раз вот своими знакомыми она, по-моему, училась, я, насколько помню, там, которая как раз вот примерно того же возраста, на журфаке МГУ. Вот, и... Смотри, у нее же масса тоже каких-то... Ну, она, как я понимаю, тоже сечет немножко в футболе, вот, ну, или... Да, да, она, блин, супер болезнь. Вот. Как ты вообще относишься к тому, что нет женских команд и должны ли быть женщины в командах? Потому что вот сейчас вот там, допустим, к Стасу приходила Думич, они ее не взяли, и Тигу тоже. Подожди, что ты, у нас еще серия не вышла. Что значит, мы не взяли? А, мы не взяли? Не, просто Думич написал в сториз сегодня, что она, типа, ей не понравилось с вами. Ну, мы взяли другую девушку, у нас другая девушка есть. Нет, Думич вообще в порядке, она тренировалась с нами несколько раз, более того, мы играли против нее, но она хорошо играет, получше, чем многие ребята. Да как я отношусь? Ну, у нас, знаешь, у нас, я не знаю даже ни одной команды российской, кроме Казанки. Ну, потому что интересуюсь Локомотивом. Им, наверное, профклубом надо сначала хотя бы развить эту историю. Да и мне кажется, девчонок не так много для того, чтобы создавались какие-то медийные команды. Ну, все идет, там как-то развивается, молодец. Думич, Лисаут у нас есть в команде. Текио, а вот пока еще не закончилось, хочу тебе вот кое-что сказать. Если честно, я бы очень не хотел, чтобы Райзен вообще к вам попал. Почему? Он сейчас на таком дзене, да, я вот честно за брата своего так радуюсь. И мне кажется, что вот он сейчас самый чистый человек вообще на планете. И честно... У меня деньги могут снова испортить. Не, братан, подожди, какие деньги? Ты сколько там йогой, медитируешь, занимаешься, опять ты в эти деньги падаешь. Вы не понимаете один уровень. Я... Вот сейчас, секунду, Стас, дай мне скажу. Если вы хотите спросить про мое лицемерие, запомните, я все, что делаю на этом экране, делаю на максимальном уровне лицемерия. Ради долбанных денег, и я видел эту долбанную гробу. Мы сработаем все. Чувствую, мы сработаем. Мне нужны деньги БК. Я святой. Я беру деньги у БК и трачу на хорошие продукты. Я трачу эти деньги на инструкторов по йоге, на петрушку, на зелень. Я даю деньги фермерам, блядь. Я беру деньги у БК и трачу на отличные продукты. Ну, я этот медиафутбол видел в гробу, блядь, делал полку. Отплатите мне, и я здесь буду. И вот в чем мой смысл. Я хочу для себя Дэна. А Дэн заключается в деньгах и отречении от грязи. Медиафутбол грязный для меня. Я не пачкаю свои руки. Весь день ты сегодня на таком расслабоне. Смотри, что с тобой в конце дня сделали деньги и текила, брат? Что с тобой там? Что сделали деньги и текила? Ты посмотри, как ты пронервничался, блядь. Офигенно. Ну что, 0-1 региону. Привет, ребят. Рад вас познакомиться. Давай на связи. Увидимся на поле. Все, всем пока. Райзин, мы с тобой еще остаемся. Попробуем Пантеру подключить. Давай, надо.